Всем привет! Представляю ваше внимание мастер-класс, на котором мы с вами нарисуем вот такую мальву. Рисовать буду без фона. Предварительно я смочила лист с обратной стороны и приклеила его к планшету. Верхняя часть листа у меня осталась сухой. Начинаю я работу с холодной подложки. Развожу светло-кобальт синий и заливаю светлые части, световые части бутончиков, стебельков, листочков и даже цветочков. Так как у меня цветок находится в помещении, по законам жанра цвет холодный, а тени теплые. Так я и делаю. И в крупных заливках я смазываю водичкой края, чтобы не было жесткого края. Просто водичкой развожу его в никуда. И далее развожу майскую зеленую смесь из сиеной натуральной, такой получается тепло-зеленоватый цвет. И заливаю ему оставшиеся бутончики, стебельки, чтобы такая теплота появилась в подложке у этого моего цветочка. Оставляю только, конечно, красный, не трогаю. Далее на палитре я развожу более плотно тона. Индотреновый синий беру, зеленый и красный хинокридон. Этими цветами я буду дальше работать. Сначала красный хинокридон. Немножко смешивая с предыдущей лужицей, я наношу его в зонах рефлексов. То есть в местах, где у меня бутончики и стебелек повернут к цветочку. И этот цветочек будет влиять на эти места, давая небольшой такой красный отблеск от цвет. Вот его я нанесла. И потом уже начинаю работать собственным тоном этих бутончиков и стебелька. Зеленоватый такой, немножко в смеси с красноватым. Приглушаю его, чтобы он не был слишком ядреный. В местах некоторых добавляю такого синего, чтобы он так более холодный был. И таким образом леплю объем. Знаем, что у нас в любых округлых предметах есть зона света, тени, рефлекса. Свет у нас вот этот голубоватый, который мы в первую очередь накладывали. Рефлекс мы тоже уже с вами сделали. Это такой красноватый, в стороне повернутый к цветочку. И вот где-то между светом и рефлексом находится зона тени. Там может быть кусочки, собственно, тона такого зеленоватого, более темного. Он может быть достаточно теплый, зеленый смешанный с красным. Также там могут быть холодные кусочки, которые ближе к свету повернуты. И вот играя этими оттенками, мы с вами релепим объем. Самые темные места обычно располагаются в местах касаний. Например, когда один лепесточек накладывается на другой, и там есть зона падающей тени. Небольшие такие точечки самые темные. Места касания этих бутончиков, допустим, к стеблю. Там может быть такой кусочек самый темный. Поэтому внимательно смотрим на натуру, и эти темные места отмечаем. И тоже так сделаем такими касаниями, контраст добавляем. Именно эти контрасты, они делают работу такой живой, интересной. Самое главное не вычерчивать, а вот такими точечными мозочками накладывать вот этот объем и эти контрасты. Вы можете видеть, что я работаю достаточно живо. То есть не вымеряю там каждый миллиметр. Краску накладываю достаточно так свободно. Что-то у меня втекает одно в другое. И в этом и есть прелесть акварели, именно живой акварели. Что нам не нужно вымерять каждый миллиметр. Это у нас не фотореализм, не гиперреализм. Поэтому, чтобы вот такая живость сохранялась, и вы стараетесь тоже, как бы немножко даваясь этой акварели свободу. Немножко где-то затекло, ничего страшного. Это даже какой-то особый шарм придает работе. Так как лист у меня смочен с обратной стороны, это дает больше времени для работы по-мокрому. То есть все эти заливочки, которые я сейчас моделирую, они еще влажные. И я новый цвет вливаю по-мокрому. Чтобы у меня не было сильно таких растеканий, которые все боятся, вторым слоем, когда я добавляю контраст, то у меня краска накладывается достаточно на сухо. Я лишнюю воду все время убираю о салфетку. Еще один плюс работы, когда у нас такая достаточно сильная влажность сохранена, сохраняется. Мы можем некоторые участки выбирать. Вот как я сейчас буду делать. Берем синтетическую кисточку, например, и выбираем вот лепесточек. У меня там должен быть более светлый, а я его залила весь. Это я его подвыберу, и сейчас залью контраст такого более холодного. И у меня он сразу уже по-другому прочтению у него получилось. И можно переходить непосредственно к цветам. Использовать я буду в основу красный хинокридон, и начинаю работу с него. Беру чистым цветом красный хинокридон, но потом добавляю уже немножко филитоватые, такие более теневые участки этого бутончика, где там свет падает такой холодный. И добавляю контраст того же красного погуще. В красный можно добавлять чуть-чуть зеленого, чтобы он был еще такой более насыщенный и плотный. Можно добавлять немножко синего в зоне фиолетоватого оттенка. И таким образом маневрируя, мы лепим ему бутончик. Далее мы переходим к цветку. Его я еще раз смачиваю, потому что он у меня уже подсох. Оставляю только серединку сухой, чтобы на нее краска не затекала. Потом развожу мяску зеленую, синюю натуральную. Немножко в них подмешивается и эндотреновый синий, где-то немножко красный хинокридон. И вот такой плотным цветом я заливаю желтую серединку. Так как у меня желтый в тени, он желтым не будет. Вот большая ошибка, если вы возьмете открытый желтый и положите его в центре цветка. Там нет освещенной участка, поэтому он достаточно темный желтый. Его мы и закладываем. А вот эти беленькие прожилки, которые можно увидеть, если присмотреться к референсу, они у нас такие сероватые. И после того, как я серединку заложила, я уже развожу красный хинокридон и заливаю вот эти освещенные участки немножечко таким розоватым цветом. Очень легко. А потом уже навожу более густой красный. Тон прям плотно. И по мокрому вливаю вот эти теневые части цветка, где-то там собственный цвет прям такой красный, где-то в тенях красный, который будет более такой темный. Для этого я беру этот красный и подмешиваю в него перилен фиолетовый. И он будет давать такой более темный цвет. Итак, начинаю лепить форму цветка. В световых частях у меня не будет слишком плотной краски. Вот световые лепестки я сделала так понежнее. А в тенях там прям беру с полной силой тон. То есть очень густо краску на кисточку набираю и по мокрому ее прокладываю. Она немножко растекается, тем самым не давая вот такие... Такой акварельный и объем, и в то же время такие акварельные эффекты. Что это все будет смотреться мягко по акварельному. Ну вот так густо краску можно брать только в том случае, если у вас влажность хорошая на участке, на котором вы работаете. Если вы работаете по сухому, то там другой подход. Там надо краску брать более жидко. Но так как у меня работа ведется по мокрому, я могу так вот густо краску набирать и прокладывать сразу себе объем. Тем самым делая такую работу достаточно живой и акварельной, и экономя себе время. То есть мне не нужно много слоев, чтобы проложить объем. Я это сделаю в один подход. А чтобы хорошо читалась форма от цветка, в тенях мы наносим еще более темные участки, а в цветах немножечко тоже участки потемнее, но не такие темные, как в тенях. Таким образом у нас вот этот объем будет хорошо читаться. То есть видите, что самые темные участочки у меня в местах, где лепестки загибаются, там такие теневые плотные участки. В местах, где лепестки касаются друг с другом, тоже можно подчеркнуть такой плотной тенью, тоненьким кусочком. Чтобы они отделились друг от друга. А в цветах вот сейчас я наношу такой тон посветлее, чтобы немножко объем и разнообразие появился, но в то же время не такой плотный и темный. И таким зеленоватым тоном в серединке я прокладываю самые темные тени. Далее начинаю прорабатывать в целом весь стебелек с бутончиками. Прохожусь по нему и смотрю, где я не добрала тона. Где-то, может быть, какие-то участки соединения лепесточков друг с другом, места касания отдельных вот этих чашелистников, места касания бутончика со стебельком. Прохожусь по всему цветку и добавляю тона. Может, не добрала, вот где-то я в серединке, мне кажется, что немножко нужно тона добавить красного. Места касания между лепестками, места касания, когда один лепесточек завернут в сторону цветка. Вот таким образом я прохожусь по всему цветку и добавляю везде более насыщенного тона, теплого. Светлым желтеньким немножечко серединку уточняю, чтобы она оставалась самым светлым пятном в цветочке. И далее немножечко рефлексы там усиливают этот красноватый эффект от цветка. И где-то, собственно, цвет у бутончиков прокладываю, чтобы у них объем появился. Вот те бутончики, которые у меня в конец уходят, они останутся достаточно такими светленькими. А вот эти, которые уже ближе к цветку повернуты, на них я немножко уже более такого зеленоватого тона густого проложила, чтобы они больше выделились. Важно еще движение кисти, когда мы эти финальные штрихи накладываем. Это либо мозоечки, либо точечки какие-то, штрешочки, но ни в коем случае не обводка, не какая-то прямая линия, либо извилистая. А вот именно так живо. Дальше мы берем синтетическую кисточку и немножко в серединке делаем эти беленькие прожилки, которые остались. Вот мы их так подвыперем синтетикой, они будут светлые, но в то же время не белые. Достаточно на такой правильный тон сохраниться. И после этого, в принципе, можно сказать, что наш цветочек готов. Благодарю вас, кто посмотрел этот мастер-класс. Попробуйте тоже изобразить по референсу данную мальву. Всем хорошего, удачного творчества. Всем спасибо за внимание.